Уникальный проект об истории и о людях, о дружбе и сотрудничестве, которое длится 140 лет. Два документальных фильма, телевикторина, программы в формате кулинарного шоу «Болгарский перец», интервью с историками, краеведами, строителями улицы Старозагора, ежедневные рубрики в программе «События» и прямая трансляция городского праздника «День Самарского знамени». Огромная работа коллектива телеканала «Самара ГИС» объединилась в многокомпонентном проекте «Под знаменем дружбы». Программы создавались вместе с болгарской стороной. Из Болгарии присылали видеоматериалы, коллеги делились актуальной информацией. А после программы и фильмы «Самара ГИС» показали на болгарском телевидении. Проект был назван лучшим в области международных коммуникаций на региональном этапе национальной премии «Серебряный лучник». В этом году было очень много проектов, 43 проекта и очень хорошего качества. Что очень важно, фактически эти проекты делаются не для профессионального сообщества, а для людей, а для людей. Поэтому, собственно говоря, каждый житель нашей губернии так или иначе в этом проекте поучаствует. Это вот очень важно. В номинации «Открытый диалог» жюри отметила проект администрации «Самары», также посвященный русско-болгарской дружбе. Он тоже вошел в шот-лист работ, рекомендованных для участия в федеральном этапе премии. Специального приза в номинации «Открытое сердце» удостоилась еще одна программа нашего телеканала «Право на маму». Впечатляют результаты. Из 200 детей-сирот, которые были героями программы, 130 обрели новые семьи. Программа уже становилась победителем премии «Серебряный лучник». Проект «Право на маму» телекомпании «ГИС» вошел в книгу. Седьмой том 50 лучших проектов. Книга распространяется по всей стране, по ней учатся студенты. Так что новое поколение специалистов вырастет на наших проектах. Премия представляет лучшие работы в области коммуникации и благотворительности. В этом году в конкурсе было много социально значимых проектов, таких как «Театральный маршрут» и «Донорство в тренде. Станции переливания крови». Тематика работы оказалась самой обширной – от проектов про космос до приюта для бездомных животных. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.